Здравствуйте! Продолжаем наши регулярные встречи. Программа «Один» в студии Дмитрия Быков «Живьём». Масса замечательных вопросов сегодня. Про лекцию тоже довольно много предложений. Настойчиво Равиль просит Шаргина, и про Шаргина я, пожалуй, склонен поговорить. Ну, в общем контексте такого советского прошловекового творчества в маске фольклориста, как Бажов, например, на самом деле. Это абсолютно оригинальные произведения, которые имеют весьма размытую опору на фольклор. Есть интересные всякие вопросы про Гесса, про Пелевина. Я посмотрю, что будет одолевать, что будет брать вверх в ваших вопросах по почте. Почта по-прежнему Дмитрия Быков, Яндекс.Ру. Произошло очень много событий, которые просят прокомментировать, и, вероятно, в ходе разговора я как-то их коснусь. Пока же мне представляется, что мы дожили, наконец, вот до ситуации, которую я давно предсказывала. Да, собственно, она и не вчера начала осуществляться. Ситуация, когда абсурд действительно перешел из количества в качество. Когда он, я имею в виду и золотовскую дуэль, об этом мы сейчас поговорим, и сегодняшнее интервью Симоньян с потенциально возможными отравителями Скрипаля. Это все уже действительно означает выход ситуации из-под контроля. То, что она поехала. Мне очень понравилось, что в сети некоторые люди уже написали «началось». Действительно, оно началось. Невозможно слишком долго депрофессионализироваться, морально опускаться, интеллектуально деградировать и ассатара. Это привело к некоторому качественному сдвигу, и невозможно этим не умиляться. Поговорим об этом. Какие концепции образа Дон Жоана были у разных авторов мировой литературы? Вот понимаете, в свое время Пульхритудова Нужурфак Елизавета Михайловна, она задала нам вопрос, что предопределяет бродячесть сюжета. Почему именно тот или иной сюжет становится бродячим? У меня появилась тогда довольно, так сказать, и до сих пор меня занимающая мысль о том, что для этого сюжет должен быть амбивалентен. То есть он должен предполагать вчитываемость различных концепций в одну и ту же сюжетную рамку. Ну, классический пример. Я тогда, собственно, и рассматривал его. У меня был такой доклад «Три красолова» на гамельнском сюжете, сюжете о красолове. Ну, я рассматривал Грина, Цветаеву и пьесу «Слепаковой и флейтист». Мне кажется, что красолов выступает иногда символом добра, иногда символом зла, а иногда амбивалентной, как у Цветаевой, музыкой, которая может выступать спасительной, а может и погубительной. Эта музыка вдохновляет и крыс, которые ради романтических соображений пришли на город, и детей, которые ради таких же романтических соображений, ну, предсказан бунт детей 68-го года, уходят из города в реку. Это именно предполагает возможность совершенно разных прочтений мифов. Ну, Гейна прочел его в стихотворении «Серый крыс» и так далее. Так вот, Дон Гуан именно потому и стал бродячим сюжетом, что он предполагает возможность принципиально разных трактуровок. Он может быть, как у Пушкина. Вот, кстати говоря, у Пушкина самый амбивалентный Дон Жуан, самый разный. С одной стороны, он поэт, сочинивший стихи для своей Лауры. Он замечательный, значит, такой бритер, дуэлянт, человек отважный. С другой, он циник, развратник. И можно сыграть его и так, и сяк. Можно сыграть его поэтом, как Высоцкий, который увлекается и сам верит каждый раз, что он любит впервые, любит как в последний раз. Это довольно распространенная трактовка. А можно сыграть его, такого я не видел ни разу, я все мечтаю поставить, такого Дон Жуана. Можно сыграть его омерзительным развратником, которого очень возбуждает идея заняться сексом при труппе, при Доне Карлсе. И Лаура ему как раз говорит с явным подмигиванием, таким, постой, при мертвом, что нам делать с ним? Я и Лауру хотел бы видеть такой толстый, вульгарный, ну, как Нана, понимаете? Ведь Нана, она хотя и красавица, но это разлагающаяся Венера, что подчеркивает Золя все время. Такой символ грязи, жирной грязи, опутывающей Париж. Мне кажется, что Дон Жуан Фриша, например, в пьесе «Дон Жуан или любовь в геометрии», он несколько сродни Казанове в фильме Феллини, потому что там все составляют Дон Жуана, ну, в данном случае Казанову, беспрерывно заниматься любовью. Ему это надоело, у него есть идеи государственного устройства. Он обязан постоянно соответствовать своему имиджу, который ему самому уже глубочайшим образом противен. Я, кстати, Казанову люблю больше всего позднего Феллини, больше всего даже, больше, чем корабль плывет. Ну, потому что, когда его привезли в Москву и показывали три дня в МДМ, я три дня подряд хотел его смотреть, будучи совершенно потрясен этим произведением. Вот, «Дон Жуан или любовь в геометрии» – это история, собственно, о том, как Дон Жуан любит совсем другое, совсем не это, совсем не секс, а интересуют его гораздо более серьезные вещи, великие абстракции, но приходится ему соответствовать имиджу. Была пьеса «Донья Жуани», да не помню чья, но «Дон Жуан Мольера» – ясно совершенно отвратительный растленный тип. «Дон Жуан Байрона» – революционер, скептик и при этом уже пошляк, то есть это такой вырождающийся Чайльд Гарольд, и Байрон чувствует это вырождение, поэтому его поэма «Роман в стихах» откровенно насмешлива и мизантропична. То есть самая амбивалентность этого образа, она предполагает возможность бесконечного варьирования этого сюжета. И для меня все-таки он, прежде всего, отвратительный. Как для Меремея в душах чистилища. Хотя в душах чистилища, если помните, рассматривается как раз вариант, что «Дон Жуан» был великим праведником, который так сильно каялся в своих, ну, собственно, немногочисленных грехах, что он предложил, попросил похоронить его у входа в церковь, дабы каждый входящий попирал его ногами. То есть великим грешником назвал себя он сам. В реальности он был довольно скучным человеком. Вот таким, я бы сказал, да, действительно, аскетом. И вот эта версия довольно элегантная. Кстати говоря, очень симпатичная история про «Дон Жуана» из Гонорелли есть в одной из семидесятнических пьес Родзинского, где «Дон Жуан» как раз романтический, трагический, высокий характер, попавший в советский быт, и там, значит, жесточайшим образом обруганный и низведенный, курощенный. Пара слов о «Set this house on fire» Стайрона. Какую роль играет сюжетная линия Диллиета, которая вечно попадает в аварии, намек ли это на абсурдизм, и каким писательским талантом нужно было дальше написать с Айди Ватьму в 26 лет. «Light down and darkness», мне кажется, как раз классический роман очень молодого автора, и Стайрон там еще так претенциозен и многословен, и похож немножко на героя выбора Софина, начинающего писателя, который затеял амбициозную книгу, где, как всегда, дебютант надеется дать ответ на все мировые вопросы. Если говорить о «Set this house on fire», то есть, как он у нас называется в блистательном голшевском переводе, и поджег этот дом, мне представляется, что Диллиета, он не символ абсурда. Ну, там это такой, честно говоря, чудак, мягко сказать, который постоянно попадает в автокатастрофы, вообще во все катастрофы, ломает ключицу, там вначале уже один глаз у него, и в финале, когда вот после всех произошедших в романе бурь, убийств, изнасилований и прочих ужасов, приходит последнее письмо, в нем сообщают, что Диллиета опять загремел в больницу, но уже поправляется и, видимо, переживет нас всех. Это придает роману, а я считаю, что это лучший роман Стайрона, придает ему такой своеобразный, понимаете, музыкальный смысл, как ни странно, придает ему некоторый объем. В каком смысле? Есть герои, трагедии, великие страсти, настоящие мерзавцы, такие как Каскин Солвинг, грешники, ну, то есть, Кас, ну, он даже не мерзавец, он жертва, жертва такого распада. Мерзавец там Мейсон, но и Мейсон, оказывается, в конце концов, не виноват. Главное, Франческу он изнасиловал, но убил ее не он, ее убил Северин. Ну, там, я не буду пересказывать сюжет, но, в общем, грубо говоря, есть великие страдальцы вроде Каса, великие праведники вроде Поппи, великие мыслители вроде Ливеретта, повествователя, и великие грешники, условно говоря, вроде Каса. Есть слепая, тупая сила судьбы, персонифицированная вот в этом уроде, который, испугавшись ночью, убил Франческу, убил совершенно случайно, без всякого умысла. Не случайно он слабоумный, и вот, который там влюблен в Маджаэмелли, помните, говорит, как бы сладко ей натянуть и так далее. Он такая тупая, слепая, безумная сила судьбы, которую вертят людьми. А есть герои вроде Дилиетта, это обычные банальные неудачники, и вот этот мир великих страстей и на их фоне маленьких комических неудач, он и создает объемную картину мира у Стайрона. Есть, условно говоря, великие преступления, великая любовь, как у Каса к Франческе, великие страсти, а есть проклятая свинья жизни, как это называли Стругацкие. Вот это такая мелодика романа, создающая его второе дно, его тень, если угодно, потому что объем, ведь он всегда создается наличием нескольких пластов повествований, нескольких миров, в которых происходит действие. Надо сказать, что и, как всякий великий роман, в трех планах разворачивает и поджег этот дом свою панораму. Первый план – это американские воспоминания героев, ну, это воспоминания Каса о своем грехопадении, с этой девочкой, распространяющей религиозные брошюры, помните, с пятнышком горчицы на губе, это воспоминания Ливеретта о знакомстве с Мейсоном, это их общая, так вот, если угодно, американский их общий бэкграунд. Второе – это то, что произошло в Самбуке, это, собственно, итальянская часть, кинозвезды, та же Маджиамелли, тусовка богатая. А третье – это то будущее, в котором оказались герои, и в котором Кас, нашедшийся, рассказывает Ливеретту, как все было на самом деле. Вы знаете, конечно, что это любимый прием Стайрона, когда берется факт, излагается сначала фантастическая его версия, потом скандальная его версия, потом реальная. Это заимствовано им, конечно, у Акутагавы из Чащи, но, собственно, все свои романы он построил по этому принципу и блистательно развил прием. Надо сказать, что и признания Ната Тернера, Ната Тернерс Конфершенс, они построены точно так же, потому что там история гибели этой белой, она излагается сначала так, потом. Он все время снимает разные покровы с истории, и таким же образом построен выбор Софии, где сначала история Софии и ее несчастного, безумного любовника рассказана так, потом сяк, а потом, наконец, мы узнаем правду, самую ужасную. Он действительно постепенно снимает все больше и больше покровов с реальности, одного не могу ему простить, потому что Натан действительно бесконечно обаятный персонаж. И, в общем, я был страшно разочарован, узнав, что он не просто безумен, а что он, так сказать, полный, настоящий клинический сумасшедший, а не просто невротик, каким мы его видим в начале. Там, мне кажется, что просто глубина продумывания, невероятная тонкость просчета, просчитывания всех этих ходов, они истощили, в конце концов, ум Стайрона, и я думаю, что его депрессия случилась просто от переутомления. Написать пять таких романов, и на каждый потратить по 7-8 лет, и, конечно, к 60 годам остаешься в глубочайшей депрессии, из которой он сумел тоже сделать великую прозу, вот эту зримую тьму, которая, наверное, сделала его, как ни странно, самым сегодня читаемым американцем в России, Visible Darkness, потому что она же для всех служит, не скажу, лечением от депрессии. Депрессию, к сожалению, не вылечишь чтением, но скорее мотивацией к тому, что этим надо серьезно заниматься, что с этим нельзя жить. Понимаете, как вот Блок жил с хроническим танзелитом, и, в конце концов, умер от андокардита, потому что копилась-копилась эта инфекция, и вот на почве истощения взорвалась. Точно так же, по всей вероятности, Стайрон всю жизнь жил с депрессией, пока она не перешла в клиническую стадию. Он научил нас всех вовремя обращать внимание на такого рода проблемы. Там у него, кстати, хорошая главка о Маяковском. А так, конечно, поджег этот дом лучше его романа. Присущий ли человеку переживать зуд седьмого года, возможно ли это как-то обойти, у меня не получилось. Как раз отношения на восьмом году, я понимаю, что продолжать их нет ночи. Илюш, зуд седьмого года – это примерно такое же общее место и такое же, к сожалению, фальсифицированное общее убеждение, абсолютно так основанное на сплетнях и на художественных допущениях, как и кризис среднего возраста. Кризис среднего возраста выдумали, чтобы иметь такое высокое, лестное объяснение для своих плохих настроений и недовольств. Точно так же и зуд седьмого года. Недовольство партнерам и чувство бесперспективности отношений можно переживать и на первом году, и на пятом, и на двадцать пятом. Это совершенно безотносительно к реальной степени вашей психической усталости. Что я могу посоветовать в этой ситуации? Во-первых, как говорил в таких случаях Ахматова, я всегда за развод. Длить надоевшие отношения – это значит поселять в себе всё тот же хронический воспалительный процесс, который рано или поздно рванёт, и ничего хорошего, мне кажется, из этого не получится. Равным образом, мне кажется, если вы не видите перспективы в работе, надо менять работу. Понимаете, вот какая вещь? Это всякий раз довольно больно говорить, потому что, ну, люди рвут, как-то меняют свою жизнь, и ты оказываешься виноват. Но совет можно дать один. Вот Мамут мне рассказывал как-то в интервью. Он хотел получить бизнес-совет у Абрамовича. И Абрамович всё время уходил от разговора. Наконец он поймал его где-то в лифте, куда им некуда было бежать, и говорит, как мне поступить. Тот говорит, ты вообще представляешь себе, чем всё это кончится? Говорит, что сделка? Нет, вообще вот всё это твоя жизнь. Говорит, ну как, представляю. Вот исходя из этого и действуй. Это очень точная мысль. Мне кажется, вообще, Абрамович – человек замечательных формулировок. Это я его спросил однажды на Чукотке, кого он собирается поддерживать чукотскую промышленность. Он ответил, бессмысленно поддерживать то, что не стоит само. Я не согласен с этой мыслью, только это и осмысленно. Но как формула это забавно. И вот здесь, мне кажется, очень точная эта мысль, что надо, безусловно, действовать, исходя из того, что вы будете умирать. И, умирая, вы будете жалеть о том, чего вы не сделали. Чего бояться-то? Понимаете, конец один – это конец известен. Правда, одни будут умирать под забором, а другие – в собственной постели, а третьи, возможно, и на троне. Но, смею вас уверить, процесс от этого не меняется. Даже если душа бессмертна, земная карьера заканчивается. Или, по крайней мере, прерывается. Поэтому, мне кажется, длить бессмысленное занятие не имеет смысла. Простите за тавтологию. И у Ямамото Цунутомо, моего любимого автора, в Хагакуро, сказано, что жизнь слишком кратка, чтобы тратить ее на неприятные вещи. Это вот истинная основа самурайского мировоззрения. Что вы думаете о Пушкине, как редакторе журнала, что он успел? Андрей, тут интересно. Есть две концепции пушкинского редакторства. Но у нас, к сожалению, слишком мало материала. У нас шесть номеров «Современника». Им частично собранных. Всего лишь четыре он успел выпустить. И всего год его, собственно, редакторской работы, если считать продавительным периодом, то полтора. Одни считают, что «Современник» был полностью неудачным проектом, который заиграл какими-то красками только с появлением в нем Некрасова в 1947 году. Плетнев поддерживал его существование еле-еле. Оно тлело. Но, видите ли, Пушкин действительно терял подписчиков. Их было в хорошее время в 600. Потом оно спустилось, насколько я помню, до 360. Вот 60 я точно не помню этих цифр. Но есть одна из последних пушкинских заметок для «Современника». Заметка об утрате, о потере адреса подписчика из Торжка. И он просит его еще раз прислать. Понимаете, так жалко подумать о том, что Пушкин дорог был каждый подписчик «Современника», потому что это были какие-то копейки, ну, не такие уж копейки по тем временам, которые он намеревался таким образом собрать. Вот интересно было бы, кстати, проследить адрес, найти этого подписчика из Торжка. Кто в Торжке? Он не был тогда, конечно, так провинциален, как сегодня все-таки был известен, как столица золотого шитья и пожарских котлет. Но, конечно, это далеко не духовный центр. И вот очень интересно, кто выписывал в Торжке «Современника». Как коммерческий проект, это была полная неудача. Как потенциальное место для публикации собственных текстов, в частности, капитанской дочки. Это неплохая история. Синявский же сказал Розановой, нам нужен свой журнал, потому что больше нас никто печатать не будет. Пушкин находился в изоляции, что мы будем прятаться от этого факта. Он Сологубу говорил графу Владимирову, что надо, значит, в оппозицию уходить. Так ведь уже нет оппозиции, пытался ему Сологуб объяснить. Бешенство и одиночество у Пушкина в эти минуты очень понятно. Современник планировался как собственная трибуна. Другой-то не было. Вот вторая версия, которая как раз предполагает, что Пушкин напередил свое время, но задумал весьма талантливый и перспективный проект, она сводится к тому, что в условиях реакции, а реакция зашла уже в это время очень глубоко и переходит постепенно в стагнацию полную, нет никакого другого выхода, кроме как просвещать, во-первых, и объединять все умственные силы. Наверное, Пушкин делал консервативный журнал, но при этом он же предполагал пригласить Белинского, который, несмотря на свою нередкую в это время молодую и задорную ругань даже в адрес самого Пушкина, а Белинский, кстати, о современнике отозвался довольно скептически, похвалив только путешествие в Арзрум, там сказано у него, что есть такие люди, которые ничего не могут делать плохо. Вот и Пушкин из их числа, но путешествие в Арзрум ничем особенно незначителя. Так вот, невзирая на резкость и такую, я бы сказал, вспыльчивость молодого Белинского, Саня Сергеевич планировал позвать его в журнал. Он только говорил, что статьям господина Б недостает обдуманности, хотелось бы более обдуманности. Вопрос о том, в какой степени он собирался регулярно привлекать Гоголя, как критика журнального, обсуждаем, но Гоголя он печатал. Он, я уверен абсолютно, что печатал бы и Лермонтова, и Краевский бы его, конечно, не удержал. У меня есть ощущение, что современник был задуман как энциклопедический проект, собирающий, объединяющий вокруг Пушкина всех сколько-нибудь одаренных и думающих людей. Ну, напечатал же он чуть-чуть, да, стихотворение, присланное из Германии. Соответственно, я думаю, что это был бы такой энциклопедический, объединительный, гуманистический орган, и ничего, кроме просвещения, когда у тебя вот настолько связаны руки, наверное, делать нельзя. Я по-разному, я сложно отношусь вообще к концепции толстого журнала российского. Я вовсе не думаю, что толстый журнал – это вот такой абсолютный оплот добра и красоты. Но были в России ситуации, когда кроме толстого журнала ничего не имеет смысла. И поэтому я подозреваю, что современник был не худшим вариантом. Думаю, что Пушкин как редактор журнала – это в каком-то смысле страшно опережающее свое время проект Твардовского во главе нового мира. Вообще большому поэту в силу такой гармоничности его мирочувствования, его мировоззрения редактировать толстый журнал правильно. Это не значит, что я себя продвигаю на эту должность. Я уже говорил о том, что руководство какими-либо проектами, кроме очень локальных, вот романных там и так далее, я на себя брать не буду в ближайшее время. Я получил, кстати, порядка 60, 57, если быть уж совсем занудой, романных фрагментов. Из них три мне подошли. Это не потому, что все написали плохо. Примерно половина, ну, половина – это, конечно, трэш абсолютно, я из этого исходил. Другая половина – это очень качественно написано, слишком качественно. Но мне нужна динамика в этом романе, понимаете? Это, помню, как Новиков Владимир нам все время повторял Таньяновскую формулу, литература – это динамическая речевая конструкция. Нужно больше динамики. Если вы умеете что-то хорошо описывать, то ради бога. Вот приехал Франк Телье в Ленинград, в Питер, я вчера, так сказать, его интервьюировал, там очень интересный человек. И романы его интересные, там в особенности «Страх» или «Красный пояс». Он очаровательный писатель, но он хороший рассказчик, хорошо говорит. И вот я его спросил по-английски, мы разговаривали, но частично нам переводчица помогла. Что интересно? Он сказал, что только темпом можно удержать современного читателя, только бешеным ритмом. Я говорю, ну а как же еда и секс? Я вот с ужасом замечаю, что моим героям некогда заняться едой и сексом. Они постоянно путешествуют. Это единственное, чем я могу удержать читателя. Вот ритмом, тот, кто владеет ритмом, владеет миром. Эта его формула тоже мне очень понравилась. Я боюсь, что ритмом не владеет большинство авторов, ну, мне приславших. Три фрагмента, да, замечательно. Я разослал письма, кто еще не получал, тем напишу. Но три мне, в общем, подошли. С тремя я буду работать. Соответственно, пока отпадает необходимость в помещении, потому что не так много участников проекта, чтобы не собираться в рюмочной иногда или в Тургеневской библиотеке. Всем, кто предложил помещение, мое душевное спасибо. Ситуация с вызвом на дуэль Навального-Золотовым дает ссылки к литературе XIX века. С какими литературными героями вы бы сравнили участников этого баттла? Ну, здесь два аспекта. Первое, вот то, что я как раз вчера встречался с Кушнером, одним из, наверное, самых приятных в моей жизни собеседников и самых умных. И он поразительно, четко и точно реагирует на все. И вот он сказал, что уже начиная с Чехова, дуэльная традиция является объектом жесточайшего пересмеивания. Ну, собственно, я бы даже сказал, начиная с Тургенева, с отцов и детей, где в ляжку стреляют Павла Петровича. Эку мы разыграли комедию, думает Базаров, после объяснения. Понимаете, дуэль не просто предрассудок. Предрассудок она и смешной предрассудок, но с трагической некоторой нотой у Балаяна в Талисмане и так далее. Дуэль, она, в принципе, смешна уже в одноименной поезде Чехова дуэль и довольно глупа в трех сестрах, хотя и кончаются для Тузенбаха трагические. Но это не главное в ситуации с Золотовым и Навальным. А типологические мы ее рассмотрим через три минуты. Ну что же, продолжаем разговор. Так вот, возвращаясь к типологии дуэлей, здесь уже все серьезно. Дуэль в русской литературе имеет, так сказать, темпоральное, хронологическое значение. Она обозначает барьер между старым и новым. И в известном смысле большинство русских дуэлей, как я уже говорил, это дуэль между сверхчеловеком и, не скажу, недочеловеком, а лишним человеком. Ну, условно говоря, лишний Онегин и бесконечно одаренный, по мысли Пушкина, очень перспективный молодой Ленский, сверхчеловек Печорин и лишний Грушницкий, сверхчеловек Базаров и лишний человек Павла Петровича и так далее. Дуэль в этом смысле между Золотовым и Навальным, дуэль пока идеологическая, там как будто, это посмотрим, она является, ну, типологически некоторым повторением ситуации с Павлом Петровичем и Базаром. Причем вызов на дуэль в данном случае, как и в ситуации с Павлом Петровичем, уходит от представителя, исходит от представителя отживающего, архаического поколения. Это, конечно, такое, ну, последнее содрогание, говоря по-пушкински. Насколько это получится кроваво, Чехов уже показал, что в дуэли между Старом и Новым, условно говоря, между вымирающим типом Лаевского и нарождающимся неоф, таким, ну, таким фашистиком фон Корином, потом, кстати говоря, современные неофашисты будут повторять абсолютно фон Кориновскую риторику. Поэтому в этом противоречии нет прямого разрешения, нет выхода. Дьякон спасает ситуацию. Вот эту ситуацию мог бы спасти дьякон, если бы он был. Но я не вижу среди современных религиозных деятелей, кроме разве что Андрея Кураева, человека с таким веселым, чистым, несколько чистертоновским, может быть, мировоззрением. Вот, может быть, кто-то типологически мог бы разрешить этот конфликт по-дьяконски. А так очень сложно, очень трудно себе представить эту коллизию. И развитию для меня очевидно, что это ситуация, когда мертвый хватает живого. Это отмирающее поколение и отмирающий тип государственного деятеля пытается как-то утвердить себя в борьбе с пугающей новизной. Но, с моей точки зрения, Золотов не является ведь инициатором этой дуэли. Мне кажется, что некто вышестоящий, не будем называть имен, хотя, вероятнее всего, это был президент России Путин, просто на жалобу Золотова, а Золотов, скорее всего, пожаловался, сказал ему, а что ж ты сам не защитишь свою жизнь? Ну, покажи ему. И Золотов показал, мне кажется, без верховной санкции такие вещи не делаются. Но то, как абсурдно, как трагикомично, как лексически неровно и хаотично, и, так сказать, бестильно это вышло, то, каким провалом это обернулось, то, в какой фарс это превратилось, и какие дуэли уже ему назначают, то на плавании, то на мясорубках, то на IQ и так далее. Это, по-моему, лишний показатель того, что все вышло из-под контроля. Стиль явственно вырождается. Либо Владимир Путин дал своим подчиненным, ну, в частности, гипотетическим отравителям, возможность полностью провалиться и решил от них дистанцироваться. Мы знаем, что верховные властители в России иногда так поступают, чтобы сохранить себя и сдать весь балласт. Либо это показатель того, что просто стиль путинской эпохи, и всегда-то, прямо скажем, не блестящий, пришел в полный упадок. То поднимались с колен, говорили мюнхенские речи, пугали весь мир новым ядерным оружием, не имеющим аналога, нападали на Украину, отхватывали территории. То постепенно начали выгонять экспертов из студии, как не будем говорить, не будем делать пиар этому человеку, ну, и так далее. Это все стыдно, это было грозно, было отвратительно, а стало смешно. Вот это некоторый качественный переход. И главное, конечно, сугубый непрофессионализм всех тех шоу. Я только не очень могу понять, почему в этом хочет участвовать Симонян, но мне показалось, что ее поставили перед этим фактом. Ее выбрали как рупор, и сама она пытается дистанцироваться от этой ситуации, о чем уже многие написали. Я, кстати, абсолютно убежден, вот я для сноба вызвался об этом писать, они спросили, какой аспект тебе интереснее всего для реакции. Я сказал, мне интереснее было бы написать о Симонян. Она человек, как мне кажется, явно не глупый и чудовищно нечистоплотный, в данном случае, в средствах. То есть у нее есть и ум, и талант, и некоторая энергия, и даже какое-то обаяние цинизма, и чудовищная этическая неразборчивость. Мне кажется, что это делает ее в каком-то смысле таким вот человеком 20-х годов, но ведь судьба человека 20-х годов трагична. Надо об этом постоянно говорить. Мне жалко, ужасно, что пропадают такие таланты. Мне и Лесина было жалко человека одаренного и нелишенного принципов, и нелишенного даже какой-то человечности, своеобразного понятного. И в нем были пороки, но эти пороки тоже были продолжением человеческого. И вот Симонян, как продолжатель дела Лесина, вызывает у меня в этой ситуации сочувствие. И насмешку, и ужас, но в наибольшей степени сочувствие, потому что, может быть, она тоже принадлежит к выпускникам Жорфака, как мне представляется. А здесь у меня есть какое-то корпоративное, что ли, сострадание. Где найти силы Ставрогину для духовного перерождения? Это, еще раз говорю, это не отменяет моего омерзения к ситуации в целом и к духу этой эпохи в целом. Просто, понимаете, это не значит, что я бы хотел видеть дух этой эпохи беспримесно грозным, величественным, трагическим и так далее. Нет. Но мне, понимаете, что по-настоящему в этой ситуации забавно. И забавно, и поучительно. Если бы наши оппоненты из государственно-лоэлистского, из консервативного лагеря сами демонстрировали хоть какие-то добродетели, ум, талант, стратегическое мышление, обаяние, если угодно, такое очарование зла, можно было бы, по крайней мере, сказать, да, у нас не вышло, попробуйте вы. Но они до такой степени растленны, беспринципны, корыстны, разобщены и, главное, совершенно интеллектуально стремятся к нулю, что это возникает какой-то тупик, какое-то ощущение полной бесперспективности. Те попробовали, не вышло, эти попробовали, не вышло. А эти пробуют сейчас и вообще позорище. Уж им бы молчать про 90-е годы. Они в такой позор, в такой смех, в такое измывательство загнали страну, что это долго еще будет им припоминаться, им глаза нельзя будет поднять, хотя они, конечно, люди совершенно бесстыжие. Но есть ощущение, конечно, такое, которое выразила замечательно Горин. Фашизм в России, конечно, не пройдет, но это потому, что в России ничего не проходит. И когда смотришь на этих, значит, горе-вояк или вооруженных гопников, или, значит, косящих под гейскую эстетскую парочку фитнес-мастеров, ну, это, конечно, страшное зрелище, страшное, прежде всего эстетически страшное. Как найти силы Ставрогина для духовного перерождения? Сережа, через странную вещь это шло у Достоевского, через публичное покаяние и вообще через публичность. Собственно, возрождение Ставрогина начинается с того, что он свою исповедь показал Тихону, что он публично высказался о своей греховности, о своей, ну, прямо скажем, о своем падении, потому что растление ребенка и доведение его до самоубийства – это грех непрощаемый. И матреша ведь, она пришла из преступления и наказания, когда Свидригайлов принял решение о самоубийстве, вот именно после того, как ему приснился сон о растлении ребенка. Он увидел свою душу, душа, девочка, евангельский символ Талифакуми, вот такой очень частый у Достоевского девочка. И то, что ребенка растлил Ставрогин, ну, это, если угодно, он растлил свою душу, ему спасения нет. Но если он публично перед всеми покается, возможно, возрождение. Помните, как Порфир Петрович, это очень важно, говорит Раскольникову? «Станьте солнцем, и все вас увидят. Надо, чтобы все увидели». Вот это такой странный извод покаяния, который у Достоевского устойчивый, инвариантный мотив. Во-первых, желание пострадать за чужие грехи, как у Мити Карамазова, как у Николки в преступлении наказания. А во-вторых, это мотив публичной исповеди. Скажем, именно через обращение публичное к людям, через рассказ, предельно откровенный о себе, становится человеком Долгоруков Аркадий в подростке. Именно через публичное покаяние или через покаяние перед Соней приходит в себя Раскольников. Рогожин кается перед Мышкиным, в обоих случаях исповедником, выступает такой полусвятой, полуидиот, но это все-таки такая по Достоевскому святость. Так что через публичность, через обращение к миллионам, или хотя бы к одному. Почему в романе «Капот» и «Хладнокровные убийства» автор описывает главных героев, убийц, их жизнь, поступки и переживания сочувственно-уважительной интонацией, да и все прочие персонажи описаны тем же сочувственно-уважительным тоном, ведь по сюжету ничего в этом не располагает, да и в реальности, думаю, что тоже. Видите ли, Селецов, дорогой, это правильно подмечено, но я бы не сказал, что это тон сочувственно-уважительный. Я бы сказал, что это тон холодно-блестящий, равнодушный. «Капот» жалеет мало кого, он жалеет только лошадь, которую там выставляют на торги. Помните лошадь, принадлежащую вот этой фермерской семье? Несчастная старая толстая лошадь, которую в конце продали за 100 долларов. Он жалеет Клаттеров, конечно, хотя Клаттеры у него вышли такими немножко похожими на героев американской готики. Но картину знаете. Но в чем проблема, собственно, романа? Там все описаны одинаковым, холодно-блестящим, то, что вам кажется сочувственно-уважительным, объективистским стилем. И вот этот стиль и есть главный герой романа. Это холодный блеск жизни, понимаете, которая универсальна, которая вмещает в себя все, и которая беспощадна. Капоте, пытаясь понять человека, обратился к новому журнализму, и именно с помощью нового журнализма попытался вскрыть вот этот новый типаж людей, которые убили Клаттеров ради 40 долларов. Убили семью из четырех человек и ничего не сумели с этого взять. Тут есть психологический феномен, тайна. И его способности именно психолога здесь пасуют. Он именно с холодной объективностью описывает эту ситуацию, потому что литература не может влезть в шкуру этих людей. Журналистика может описать это. И поэтому роман написан тоном внимательного, сочувствующего, да, сострадательного, да, журналиста. Всех жалко и все ужасно. Вот это такой ответ Капоте на нарастающий абсурд мира, на нарастающий абсурд и кризис, в том числе американской жизни, на вырвавшиеся какие-то подземные хтонические силы, которые ее разрушают. Но эти силы были там всегда. В конце фильма о бедном гусаре замолвиваете слово, герои, обращаясь к зрителям, рассказывают о своем будущем, в котором они все погибают. Для чего Горин это придумал? Ну, потому что все погибают. Потому что это и есть главное содержание жизни. Все сводится к одному сюжету, было и нету, писал один поэт. Если же говорить о самом приеме, то погибают, в общем, не все. Мерзляев, он же Мерзяев, он остается бессмертен, просто его потом, ну как, в потомках, просто потомкам достается редуцированная фамилия. Вместо Мерзляева становится Мерзяевым. И это очень тонкий Горинский намек. Все, кто хочет подморозить Россию, заканчивают мерзостью. И вообще ретроспектива, что случилось с героями, это довольно сильный эмоциональный ход. Мне, кстати, кажется, что «О бедном гусаре» фильм, который к концу набирает эмоцию, и сделан замечательно. Я, во всяком случае, всегда его пересматриваю со слезами. Мне при первом просмотре вот этот трагизм и фарс показались несколько несбалансированными, но потом я пришел к поводу, что это один из рязановских шедевров, безусловно. В некоторых советских произведениях мальчики-друзья, влюбленные в одну девочку, договариваются между собой, что будут игнорировать объект любви ради сохранения мужской дружбы. Возможно ли такая ситуация в современном мире? Ну, наверное, возможно, особенно если эти мальчики еще имеют некоторые, скажем так, модные и прогрессивные сегодня тенденции к однополой любви. Но если говорить, Леша, совсем серьезно, то эта ситуация идиотская. Потому что вот эта фетишизация мужской дружбы и отречения от любви ради нее, мне это кажется какая-то дикая фальшивка. И если случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги такого закона, третий должен уйти. А с какой же это стати он должен уйти, если девушка любит его? И только чтобы сделать ее несчастной со своим другом. Это глупость, по-моему. И не случайно автор этого текста, Пожинян, по-моему, довольно такой, ну как сказать, может быть и замечательный по-своему, но довольно ходульный поэт. Ну, по крайней мере, в некоторых своих произведениях. Человек, он, наверное, был героический. Что касается самой коллизии, когда двое мужчин, чтобы не утратить дружбы, одновременно отказываются от женщины, мне эта коллизия представляется дутой, фальшивой, патетической и пошлой. Вот простите это еще раз. Расскажите о переводчиках зарубежной фантастики при Советском Союзе. Ну, я их очень мало знаю. Я знаю, что под псевдонимом Стругацкие перевели, в основном, конечно, Аркадий Натанович, День Трифидов, Душенко переводил Лема, Ариадна Громова переводила, я сама замечательный фантаст, польскую фантастику. Но проблемой перевода фантастики я никогда не занимался. Кто переводил Брэдбери, кто переводил Азимова, Кларка, я понятия не имею. И я как-то не очень знаком вообще с советской школой перевода. Но я знаю, что Голышев, блестящий переводчик, уже сегодня упомянутый. Я знаю, что Рита Райт Ковалева, мастер, да, и дочка ее тоже. Но говорить конкретно о переводчиках фантастики я не готов. И мне кажется, что это, в общем, дело 25-е, простите меня. Вот я знаю, что лучшие переводы мумитролей сделал Владимир Смирнов. Однокурсник, кстати, Ивана Киуру, тоже переводчика с финского и шведского. Но Иван Семенович, муж новелл Матвеев, я поэтому от него много знал про Смирнова. И Трауберг мне о нем рассказывал, самая гениальная переводчика, что Володя Смирнов и сам очень похож на мумитроле. А так я переводами, как жанром, к сожалению, совсем не увлекаюсь. Хотя сам переводил. В прошлой передаче вы говорили, что Голливуд примирил коммерциализацию высокоискусства. Можете сказать, например, каких работ это произошло. Открываете в Википедии статью «Новый Голливуд» и все читаете. Видите, я впервые о «Новом Голливуде», как о художественном явлении, которое сегодня вдохновляет миллионы, услышал, вы не поверите, довольно поздно. Приезжал Гор Вербинский, мой любимый американский режиссер, там «Пираты», «Звонок», «Вевермен» и все такое. Я, кстати, очень люблю и «Кью-Офу Велнес», по-моему, «Рекарство здоровья», блестящая картина. А уж как я люблю этого одинокого рейнджера, обулганного в критике. Нет, Гор, что ни говорите, Гор номер один. И я его, когда интервьюировал, то он мне сказал, что его идеал это «Новый Голливуд». Я говорю, ну, хорошо, а как вы датируете, с чего начинается «Новый Голливуд»?» Он сказал, совершенно точно, с «Беспечного ездока», с «Изи Райдер». Может быть, раньше, потому что, ну, в Википедии там указано, что отмена кодекса Хейнса и, соответственно, появление многих независимых молодых режиссеров и, как бы, смена механизма финансирования, отмена некоторых цензурных ограничений, ну, там это датирует 1967 годом. Но если говорить серьезно, то для меня и Поланский уже представитель «Нового Голливуда», потому что он в «Ребенке Розмари» доказал, что возможен умный и точный триллер и триллер такого метафорического значения. Видите ли, какие это имена? Это, прежде всего, почему-то считается, что это Уолтмен, хотя я никак не понимал, вот в чем величие Роберта Уолтмана конкретно и почему он так... Ну, говорят стиль, я в стиле мало чего понимаю. Мне Кубрик нравится гораздо больше, но вот говорят Уолтмен, давайте считать, что Уолтмен, Госфорд Парк и все такое. Значит, еще, разумеется, фильм «Однажды душно и ночью», забыл я, кто его сделал, любимый фильм Вербинский, кстати. Естественно, что китайский квартал того же Поланский, Форман, да, то есть такой, ну, Скорсезе, конечно, ну, Коппола считается тоже, в особенности разговор, сравнительно малобюджетный, по сравнению, скажем, с апокалипсисом. Это такое умение сочетать голливудский размах с масштабными проблемами и художественным поиском. Вот это новый Голливуд, Голливуд 70-х годов. И знаю ли я сейчас такие примеры? Очень трудно сказать. Ну, вот Вербинский, по-моему, интеллектуал. Во всяком случае, сам он говорит, что фильмов-однодневок он старается не делать и старается насытить каждую картину, там, как булку изюмом, какими-то современными важными аллюзиями, намеками. Я помню, как он мне расписывал подробно вот эти все тайные намеки в «Одиноком рейнджере» и так далее. Ну, наверное, можно сказать, что британец Алан Паркер работал в том же духе, ну, скажем, в «Сердце ангела». Из актеров это Николсон, это Нира, Конде Нира, Альпачино, Микки Рурк, Джонни Депп, молодой, и так далее. То есть это возрождение Голливуда за счет молодой крови. Не в последнюю очередь для этого возрождения много сделали Коэны, а еще рискну сказать, что Миромакс в целом и, конечно, братья Вайнштейны, которые вот теперь так ужасно значит, поплатились за свою влиятельность и неумение ее распорядиться, за свой харассмент и за прочие дела, но Харви Вайнштейна можно там любить или ненавидеть, защищать или проклинать. Я не хочу добавлять как бы свою каплю керосина в этот пожар, но то, что Миромакс продолжал лучшую традицию нового Голливуда и совмещал зрелищность с интеллектуальным продуктом, с интеллектуальным контентом, что благодаря этому состоялся Тарантино, ну, о чем говорить, по-моему, это совершенно очевидно. Хотя я далеко не фан Тарантино, это уж, по-моему, скорее в рождении, но вот новый Голливуд это такая история. Генерал Росгвардии, наводившийся верный ужас на прогрессивную общественность, совершил каминг-аут и оказался персонажем фильма День выбора, с той лишь разницей, что у квартета и в исполнении Кортнева он вышел бы колоритнее, смешнее, талантливее. Зачем же так разменивать рубль по копейке? Сандра, видите, Господь ничего не делает просто так. Он хочет, чтобы мы не боялись. Ну, надоело Господу иметь дело с трусами, с гнилым этим трясинным, таким болотистым населением. Ему хочется более зернистую, более кристаллическую структуру. И в этом смысле, мне кажется, произошедший каминг-аут очень полезен. Вот вы спрашиваете, неужели они там глупые? Ну, я не уверен, но я, такое допущение многих заставит перестать трястись или, условно говоря, начать трястись от смеха. Потому что слишком бояться, слишком серьезно относиться к власти, ребята, ну, это смешно, ну, хватит, давайте уже как-то, давайте как-то научимся критично относиться к глупостям, к стилистическим каким-то грехам, если уж мы не можем добиться сколько-нибудь этически цельного мировоззрения, да, там, что убивать нехорошо, что воровать нехорошо, что первым нападать нехорошо, ну, давайте хотя бы сойдемся на вещах бесспорных. Когда оно смешно, то оно смешно. Как по-вашему, почему породией на Пушкина является частки, мне кажется, репетилов больше походит на Пушкина? Да нет, ну, что вы, конечно, нет. У того же Кушнера в статье про горе от ума, репетилов возведен к прогрессистам таким и неутомимым, и черты репетилова есть в русских футуристах, он говорит. Это интересная точка зрения, но мне кажется, что репетиловы есть всегда и везде, и правильно совершенно говорит Разовский, что роль репетиловы нельзя сыграть плохо, она как бы вот написана так, что она абсолютно выигрышна, хотя мне кажется, что в постановке Туминоса «Горе от ума в современнике» там все как-то умудрились выглядеть ужасно, прости господи, но это был действительно какой-то кошмар, мое субъективное мнение. Я не говорю, что Пушкин является прототипом Чацкого, прототипом Чацкого очевидным является Чадаев. Я просто в этой лекции сказал, что вот представьте себе такую конспирологическую версию, Грибоедов дипломат, он причастен к тайнам большой политики, и он уже тогда знал, что предки Пушкина происходят не из Эфиопии, а из Чада, поэтому Чацкий это Пушкин. Это смешная версия, не более того. Кстати говоря, сейчас-то доказано, что поскольку Лаган на этом диалекте женщина, и так якобы звали сестру Ганнибала, а Догонь это департамент в этих местах, видимо, доказано, что Пушкин все-таки родом из Чада, хотя верит, вот пока, по-моему, тут Петербургская Академия Наук, но то, что Пушкин не прототип Чацкого, это очевидно. У Чацкого нет конкретного прототипа, прототип Чацкого Гамлет, если на то пошло, или в каком-то смысле Альцест. А если исходить из Чада, то порой здесь станет арабка, подаренная за горецким хлестом. Нет, это как раз совершенно конкретный намек на бесчеловечность хлеста. Арабку, девку да собачку. Вот эта постановка в один ряд абсолютно, на мой взгляд, адекватна. Услышимся через три минуты. Продолжаем разговор. Тут очень много забавного, поэтому я, собственно, к переписке перейду, может быть, позже. Опять я ничего, понимаете, не успеваю. Столько здесь хороших, провокативных идей. Вот о романе Чернышевского «Что делать?» просят лекцию. Я, наверное, ее прочту, потому что я ее читал уже один раз, и она мне интересна, мне интересен этот роман. Поэтому вопрос о романе Чернышевского «Что делать?» я, с вашего позволения, на лекцию отложу, там есть о чем поговорить. А нельзя ли лекцию о творчестве Синклера и Льюиса? Ну, я далеко не настолько знаю Синклера и Льюиса, чтобы сейчас об этом говорить. Я более или менее знаю только роман в Америке такого не может произойти. Здесь такое не пройдет, роман о фашизме. Поиск символизма в текстах обязательен для постижения мысли автора. Вы часто сталкивались с тем, когда символика или скрытые смыслы додумаются литературоведами. Ну, миссридинг такой или оверинтерпретейшн это термины, которые в современном английском литературоведении американском они встречаются сплошь и рядом. вчитывание туда чего-то это почти всегда главный грех и главный соблазн для филолога. Не вижу в этом ничего дурного, потому что ни один автор не может гарантировать идеального читателя. Вот Витгенштейн, он так и пишет в предисловии к логике философскому трактату, что эта книга будет понятна тому, кто уже мыслил в этом направлении. Все остальные будут вчитывать в книгу то, что они хотят там увидеть. Ничего в этом нет ужасного. Меня, кстати, спрашивают, почему на выступлении на книжной ярмарке я всем отсоветовал читать Витгенштейн и нет ли здесь профессиональной ревности, даже пишет одна очень глупая девушка-троллиха. Понимаете, для меня Витгенштейн кумир абсолютный, любимый автор. Там просто спросили, как внушить ребенку любовь к чтению. Я сказал, очень просто, запретите ему ту или иную книгу. Если бы я хотел, чтобы вы все прочитали логико-философский трактат, а я это, как правило, детям в 12-15 лет советую, читать в день по одному афоризму и над ним думать, как раз книги на год хватит, я тогда бы посоветовал эту книгу никогда не открывать. И тогда ребенок немедленно ее прочитает. Я вот в своем семинаре «Быков и дети» в этом уже убедился. Как только я сказал, ребята, никогда не открывайте логико-философский тракт. Все уже разговаривают статами оттуда, и, мне кажется, для понимания механизмов веры в Бога, ну, языка, для понимания вообще механизмов речи, это самая полезная книга, когда-либо написана. Потому что я ее вот там, на наше счастье, у нас партийная советскую печать преподавал человек-специалист по Витгенштейну. Естественно, что кроме Витгенштейна он ни о чем не говорил. И мы про партийную советскую печать ничего не знали, а логико-философский тракт у нас отскакивал от языка, от зубов. Возвращаясь к теме постижения мысли автора, полное постижение авторской мысли невозможно, свои мозги не вставишь. Поэтому поиски тайных авторских домыслов, вчитывание своих каких-то ментальных конструкций и так далее, это неизбежный процесс. Литература, слава тебе, Господи, она не предполагается, он не предполагает универсальные трактовки. Я помню, во время своего единственного разговора с Джоном Нэшем, героем Игоря Разума, ну и вообще гениальным математиком, один наш принстонский замечательный обитатель, его там, в гостях, у которого, собственно, все это и было, такой Шелдон, он спросил, вам не обидно заниматься вещами, которые понимают в мире три-четыре человека, на что Нэш сказал, наоборот, это прекрасно, мои мысли понимают в мире хотя бы три-четыре человека, поскольку они формализованы особым образом, они кодируемые, а вот как остальные люди понимают друг друга, я совершенно не могу себе представить. Это очень точная мысль, да. как вы относитесь к творчеству сценариста-режиссера Чарля Кауфмана «Вечное сияние чистого разума», «Быть Джоном Малковичем», адаптация. «Вечное сияние чистого разума» очень нравится мне, а вот этот фильм про сон, там, забыл, как он называется, там что-то, пространство сна, академия сна, ну, вот это, где он самый режиссер, я на нем заснул, простите меня всем. А вообще, мне кажется, он хороший писатель, а как режиссер, я его не понимаю. Быть Джоном Малковичем это интересная история, но «Вечное сияние чистого разума» лучше всего придумано. Вы как-то делились задумкой романа о странной парочке, каждая из которых страдает раздвоением личности. Вы сказали, что в конце им удалось обхитрить свой недуг и заняться любовью. Стало интересно, как это у них вышло. Раскройте секрет. Там вообще сложный был сюжет, но дело в том, что вот этот «Мальцепл дизордер», вот это множественное расстройство личности, это американский диагноз, он больше, по-моему, нигде и не встречается. Как бы сама сложность американской жизни приводит к этому расстройству, хотя абсолютно верно, что это никакой не дизордер, а такой банальный совершенно симуляшн. И самая знаменитая эта история про множественную жизнь, которая изложена Даниэлем Кизом, она, по-моему, просто случай гениальной, очень талантливой симуляции. Сейчас вот фильм делают, посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, что ну, это вообще красивая история. Вот в дурдоме встречаются два человека, в каждом из которых обитает несколько личностей, как это обычно бывает в американских таких историях. Один, допустим, японский рыбак 19 века, другой современный террорист, третий престарелая крестьянка, но при этом они молодые люди, молодые студенты по 20 лет, он и она. Они любят друг друга, но им никак не удается трахнуться, потому что они не могут синхронизироваться все время. С одной стороны, допустим, сербский террорист, а с другой японский рыбак. И вот никак у них не получается спариться. Ну и потом с помощью там третьих лиц, они наконец синхронизируются. Это могла быть прекрасная комедия и очень, кстати говоря, перспективная для артистов, потому что она дает артистам великолепную возможность перевоплощения. Мне Хабенский как-то рассказывал, что самым прекрасным, самым увлекательным опытом работы для него было переуплощение в женщину в ночном дозоре, когда они, помните, обмениваются личностями, и он начинает ее изображать с ее жестами. Это потрясающе. Я как в зеркало в нее смотрелся, воспроизводил, и это была такая отличная школа. Вот мне кажется, что если бы кто-то из режиссеров, ныне нас слушающих, или кто-то из людей близких с режиссерами, рассказал об этом замысле какому-то московскому постановщику, я бы эту пьесу за месяц с необычайной легкостью навалял. И, как сказано, собственно, у Гоголя, помните, в письме Пушкину, выйдет комедия смешнее черта, дайте только сюжет. А у меня даже и сюжет есть уже, я готов это сделать хоть завтра. Но я пока не вижу режиссера готова поставить такую историю. А вообще, вот то, что в таком умеренно комфортном дурдоме, типа, как он написан у Патрика в странной мисс Сэвидж, такой скорее санаторий, да, встречаются мальчик и девочка по 18 лет, и они бы полюбили друг друга, но проклятые множественные личности мешают им встретиться, и там масса таких было бы положений. Представляете, молодые актеры, я по своему сыну сужу, как они любят перевоплощаться в разных одновременно, и они там за один разговор успевают 10 человек изобразить. Как бы он там перевоплощался сначала в одно, потом в другое, и главное, что зритель никогда не знает, кто они на этот раз. По-моему, гениальная была бы история, так что, если найдется режиссер, готовый этим заинтересоваться, я в его распоряжении. Как вы относитесь к заповеди «Узлюбив рога своего?» Как к недостижимому идеалу, конечно. Хорошо бы, но никак. Понравилась ваша лекция о деградации человека при его бессмертии применительно к Чапику. Мне это показалось сходным с сюжетами русских сказок с присутствием Кащея. Подобного персонажа нет в сказках других народов, только в наших отождествлялось бессмертие со злом. Катя, есть такая мысль, но она есть у Свифта, например. Вот у него есть такой персонаж, персонажи особые из Трубльбруги. Они бессмертные, но после ста лет они уже безумные, они уже никуда никуда. Вообще, именно Свифтовская мысль о том, что смерть приводит к очищению, а бессмертие к маразму и деградации, она очень утешительная. Я вообще Свифта люблю, но лет 18 для меня было просто целебным чтением. А так это, видите, чем консервативнее народ, тем сакральнее его отношение к смерти. В молодых нациях восставший покойник может быть и другом, и современником, и помощником. А вот мне, я помню, Юля Крупнова, психолог, замечательно рассказывала, что в цыганских сказках, где вообще мораль довольно зыбка, как у всех кочевых народов, там восставший покойник не вызывает ужаса. А у народов оседлых и более того консервативных раз воскрес, то ты уже вампир. Меня интересовал когда-то этот феномен, я помню, я с Синявским очень много об этом говорил, почему вампир злой. Я говорю, ну что плохого, ведь воскрес, близкий родственник пришел в село, прекрасно, давайте его приветствуем за стол поставим. Проблема в том, что покойник может жить только за счет живых, ведь вампир, он им зла не желает, когда он кусает, это он так целует, но он может жить только напитываясь свежей кровью, вот поэтому, сказал он, культ архаики неизбежно приводит к множественным жертвам, потому что мертвое может питаться только живым. Это, кстати, к вопросу о всяких забавных дуэлях. Мамардашвили говорил, что душа питается порядком, мне нравится эта формула, и вы говорили о важности порядка и иерархии для художника. Ну вот вопрос, хаос, где место хаосу? Кирилл, для того, чтобы ответить на этот вопрос, прочтите, ну это легко доставаемо в интернете, в частности, лекцию блока «Тайный смысл трагедии Отелло». Он расценивает Дездемону как символ порядка, а Яго как символ хаоса. Там вообще сложная и интересная статья, но там роль гармонии подробно рассмотрим. Я Отелло понимаю совсем иначе, и каждый вчитывает туда свой смысл. Для меня это история о том, что Отелло обречен был задушить Дездемону, потому что это высшая точка его любви, иначе любить он не умеет. Но для блока это история о том, как хаос Яго овладевает душой Дездемоной. Для блока Дездемоной это олицетворение гармонии. Вот это почитайте, там про хаос все сказано. Хаос это дьявольщина, это энтропия. Подскажите произведение, где у главного героя проблемы с матерью, почему обычно проблемы с отцом. О, Господи, если б я знал, ну, видите, я как отец знаю, что отец всегда виноват. Есть такая роковая несправедливость. Очень немногие матери могут подобно Маше Трауп или подобно Ахматовой сказать себе я дурная мать. Это неприличное признание. Цветаева была поражена Ахматовским героизмом. Как это можно такое себе сказать? А я думаю, что отец он по определению плохой. Почему? Он мало времени всегда проводит с ребенком. Он не знает, как воспитывать. Вот в очень хорошем романе Поляринова «Центр тяжести», который я, кстати, всем рекомендую, там замечательная мысль, там, когда ему героиня сообщает, что беременна, он сидит в шоке. Она говорит, ну, что, ты мне ничего не предложишь, ничего не скажешь? Он говорит, я просто не знаю, как же его воспитывать? Я же, наверное, буду плохим отцом. И она с облегчением смеясь, говорит, ну, все-таки ты неисправимый балда. Да, наверное, действительно, плохой отец это более распространенная и даже более естественная фигура. Гиппиус вспоминает растерянность Блока перед рождением сына, которого уже назвали Митькой, а сын не от него, и ребенок умер через 11 дней после родов, там, щипцами ему голову повредили, чуть ли не сутки мучилась родами Любови Дмитрина, ужасная история. И Блок, зная, что ребенок не от него, он все повторял. Как же его воспитывать? Отец, как правило, не знает. Для матери воспитание ребенка естественное, почти физиологически привычное дело. А отец, он же должен как-то служить коммутатором между ребенком и внешним миром. И вот как его воспитывать, я никогда не понял. Я никогда не знал. И я никогда и сейчас не знаю. Хотя сейчас уже что воспитывать? Там у меня старшая дочь 27 лет, сыну 20. Ну, а что воспитывать? Уже они воспитывают меня. Ну, я, наверное, да, я согласен, плохой отец. Ну, все отцы плохие. Во всяком случае, думать так, это стимулирует и это креативно. Что касается отношений с матерью трагических, да полно, слушайте, у Галины Щербаковой последняя книга посвящена этому вопросу, ее отношения с дочерью очень были тяжелые. Да много таких историй, американский какой-то роман. Я, да и полно, я не хочу даже об этом говорить, потому что мне это все-таки представляется патология. Кстати, роман Горького мать об этом. У Павла Власова с матерью были очень плохие отношения. Потом только коммунизм как-то несколько их выправил. Марксизм. Понравился язык в романе «Гравелец и Сосаревич». Что похоже можно почитать? Ну, видите, Рыбаков, это все-таки имеется в виду Вячеслав Рыбаков, петербуржец, это писатель очень высокого класса. При любых теоретических с ним разногласиях я считаю его просто мастером первого ряда. И кого еще вот почитать такого уровня? Если любить фантастику, наверное, Евгения Лукина, Михаила Успенского, Андрея Лазарчука, таких настоящих мастеров высокого класса авторов, других как-то... Кстати говоря, у Лукьяненко язык очень неплохой. Просто просто опять-таки Рыбаков, он, если угодно, он написал меньше и тщательнее в каком смысле. Он мысли свои продумывает более глубоко и более парадоксально. И, конечно, Рыбаков в большей степени мыслитель, Лукьяненко изобразитель. Но фантастика, хорошая, настоящая фантастика, она редко пишется плохим языком, потому что хороший язык это важный фактор увлекательности. Трэш фантастический, как и любой трэш, трэш москультовый, трэш мейнстримный, он написан плохим языком. Но это что фантастика, что не фантастика, примерно одинаково. А вот язык Веркина в острове Сахалин. Острове Сахалин интересная книга, там во многом можно думать. Но язык мне показался как раз слишком нейтральным и даже до некоторой степени стёртым. У Поляринова интересный язык. Это два последних фантастических хита, о которых много спорят. Мимо чего нельзя пройти знакомиться с португальской литературой. Ну, мимо Камоэнса точно нельзя. Насчёт остального, думаю, можно. Поскольку вы читали «Атлант расправил плечи», как вам, может, не нравится то, что делает Трамп? Да запросто. Мне «Атлант расправил плечи» не нравится. По-моему, очень слабая книга, абсолютно трэшевая. По-христиански ли так относиться козлу в людях, как вы относитесь к убеждениям Лимонова? Ведь, будь его волей, он с радостью бы бросил и вас, и близких вам людей в лаверный барак, и спокойно наблюдал бы, как вас унижают вертухай. Нет, не думаю. Во всяком случае, он этого не сделал. Лимонов же не пришел к власти. Из Лимонова не получился масштабный циничный политик. Из Лимонова получился писатель, который из своей политической деятельности делал материалы для своей литературы. И только. Мы же не можем говорить, что бы. Вот Гитлер, вы говорите, да, Гитлер стал таким человеком, он заслуживает. А Лимонов, ну, такого Гитлера заслуживает абсолютного отрицания и вечного ада. А Лимонов, думаю, нет, потому что он писал. И, кстати, писаниями своими он отстаивал весьма моральные ценности, хотя, наверное, его самого это огорчит. Что касается, значит, как бы он ко мне отнесся, не бросил бы он меня ни в какой лагере, я в этом уверен, ну, просто он же забудется о посмертной репутации. А что касается вот этого такого отношения, а как бы он со мной поступил, я когда-то словою Жижику задал вопрос. Вот вы написали книгу о Ленине. Вы же прекрасно понимаете, что Ленин в лучшем случае вас выслал, бы в худшем расстрелял. Как вы можете относиться к нему так уважительно? На что он ответил? Подобные мелочи истинному мыслители не заботят никогда. Ну, молодец, Жижик, что я могу сказать. Не готов к разговору о Коле Васине, хотя очень его жаль. Пара слов о Георгии Шенгеле. Мандельштам говорил о Шенгеле, что каким замечательным был бы поэтом Георгий Шенгеле, если бы умел слышать ритм. Размеры ничьи, размеры божьи, а ритм – это собственность, это личный инструмент поэта. Мне кажется, ритм Шенгеле слышал, и его стихи довольно узнаваемые. Не только повар Базилевса, замечательная вещь в традиции такого русского дольника, в традиции песен западных славян, но у него прекрасные и собственные стихи такие лирические. «Мы живем на звезде, на зеленой мы живем на зеленой звезде, но кому-то захочется славы и проблистать навсегда и везде, и живем на звезде, на кровавой живем на кровавой звезде». Одним из лучших стихотворений XX века я считаю его стихотворение «Жизнь», которое я вам всем рекомендую. Вообще, вот в дне поэзии 82, я хорошо помню, была его блестящая подборка. Вот взяли Пушкин вас и переставили «В ночном дожде гремел металл, не ямпли скорбел грозя, нет, попросту поправили одну деталь в строительном ансамбле». Ну, там, что раньше Пушкин глядел в сторону Италии, вам не пришлось поехать к ним подали, ну, к декабристам в смысле, подали, отправил вас сиятельный убийца. «Теперь глядеть вам в сторону Италии, где Бог насмешник не дал вам родиться». Не, он первоклассный поэт, но тут в некоторых стихах. Стихов 31 разряда у него наберется. Переводчик он архаичный и довольно слабый. Байрон у него в отличие от, скажем, Татьяны Гнедич, Байрон у него скучный. Но на Шенгеле есть страшный грех. Он написал гнусный памфлет про Маяковского. Причем, вот, сколько бы ни пытались этот памфлет представить чуть ли не диссидентским, что Маяковский во весь рост, это какой же надо было обладать, понимаете, храбростью, чтобы в то время высказаться против государственного поэта. Маяковский в 1927 году не был государственным поэтом. Маяковского в это время оттесняет эпоху. Помните, Маяковский же говорил, что иногда время выдвигает Пастернака и задвигает Маяковского. Маяковский чувствовал себя в это время ненужным, лишним, задвигаемым свидетельством о революции, которая подвергалась в некотором смысле переосмыслению, консервации. Они же все захотели изящного, они все захотели классического. Вы должны мне ласкать слух, говорит Победоносик. Вы должны меня ласкать. В бане это отражено. И, понимаете, Шенгеле выступает на стороне партии в этом вопросе. На стороне искателя изящного Маяковского упрекает в буржуазном анархоиндивидуализме. Гнусная статейка и плохо написанная. Самое лучшее, что в ней есть, это цитата из Маяковского. И Шенгеле был за это наказан. Он прожил в забвении и в таком невнимании и в постоянном страхе большую часть жизни. Если говорить серьезно, то, понимаете, Маяк имеет какие-то огромные возможности для посмертного влияния. Люди, которые его обижали, они жили плохо. Долго, но плохо. А иногда и коротко. Ну, вот, например, Коробчевский написал книгу Воскресенье Маяковского, книгу, полную оскорбленной любви, но и полную оскорблений тоже. И сам покончил с собой. Так что все это очень грустно. Как-то Маяка лучше не трогать, мне кажется. А Мяка надо уважать. Тем более, что он сам довольно много пострадал. Снова надеюсь на лекцию о Короткевиче, постараюсь. Какие книги вы посоветовали бы именно мужчинам? Я много раз говорил о том, что, по-моему, абсолютно мужской книгой, простите меня за сексизм, это не шовинизм мужской, а просто опыт. Есть книги, которые могут понять только мужчины, потому что, что ни говори, мужской опыт жизни не индивидуальный, но он отличается от женского, он особенный. Мне кажется, что такая книга это что-то случилось Джойсфа Хеллера. Я не встречал еще ни одной женщины, в том числе самой умной, которая могла бы эту книгу полюбить, прочесть, понять, даже насладиться, да, но полюбить по-настоящему, не это мужское произведение. Дальше там слова, которые мне не нравятся. Я не пурист, не готов об этом говорить. Прочитал воспоминания племянницы Домбровского, удивил необыкновенной историей возвращения из небытия. Романа обезьяна приходит за своим черепом. Насколько не случайно подобное чудо, в чем новизна и актуальность этого произведения. Видите ли, не случайность этого чуда в том, что рукописи не горят, это доказано многими, а в чем новизна и актуальность? Ну, видите, Домбровский один из очень немногих людей, кто тогда подходил к проблеме фашизма с антропологической точки зрения, для кого фашизм это явление биологическое. Вот мне тот же Телье в интервью сказал, что как 20 век концепцию человека резко перестроил. Оказалось, что внутри человека ледяная бездна, что копни, и ты попадешь в зло. Потому что 20 веков человеческой истории все-таки исходили из того, что зло внешнее, что оно зависит от множества внешних условий. Оказалось, что все-таки христианство право в коренной роли личности. Никакие внешние условия личности не могут ни обелить, ни очернить, ни перевоспитать, ни загнать в мерзость. Они могут стимулировать это. Но человек по природе своей сложное, неоднозначное, непредсказуемое и очень часто катастрофически опасное явление. Да, к сожалению, 20 век это показал. Вот этот новый антропологический подход к человеку, он, рассказано, в обезьяне приходит за своим черепом. Да, обезьяна вернулась, обезьяна пришла. Вот сидит мыслитель и рассматривает череп обезьяны, а вот к нему домой пришла обезьяна и потребовала свой череп, как скирлы, скирлы, отдай мою ногу. Это страшная история. Вот описание фашизма с точки зрения антропологической впервые появилось у Домбровского, потом у Эренбурга в буре и потом в довольно, на мой взгляд, все-таки эпигонской книге Литла благоволительницы при всем уважении к нему. Как-то вы сказали, что не считаете сериалы искусством, не могли бы вы пояснить этот позитив. Я не считаю их киноискусством, потому что кино, на мой взгляд, это явление, ограниченное хронометражем. Мне очень близка мысль Алексея Смирнова, которую вот он давеча мне высказал в интервью, что сериалы это не новый киножанр, а это скорее новая форма литературы. И в этом смысле семинар Финчера, скажем, Майндхантерс, это уже совсем не кино, а это литература, потому что никаких признаков киноструктуры в этом уже нет. В прошлой передаче вы сказали, что Ник Рожес один из ваших любимых театральных режиссеров, просто любимый. Расскажите, чем он вам нравился и какой ваш любимый спектакль. Лично у меня Голодарь по кавке и Идиот смотрел два раза. У меня три сестры по конструктивному решению своему, Гамлет, и вот это по поэме литовской времена года. Замечательный, по-моему, спектакль. Да вообще он гений, у него все хорошо. Голодаря я не видел, но очень наслышан. Для меня Ник Рожес это просто лучший театральный режиссер мира, из всего, что я видел, потому что он наиболее компактным образом рассказывает историю и лучше всего решает сценическое пространство. И мера условности в его театре мне кажется такая, какая должна быть. Реалистического театра я не люблю, не понимаю, зачем он нужен. У меня в последнее время постоянно в мысли ХЖД. Почему бы это? Спасибо. У меня тоже. Мне кажется, это книжка, в которой многое оказывалось довольно верным. Зачем Ильф и Петров решили умертвить Остапа, а потом возродили его? Почему так притягательен Остап и отвратительен Воробьянив? Это потому христологический миф Воробьянив сочетает в себе функции апостола и Иуда, а у Иуда, кстати, есть апостол, то есть функции глуповатого друга и предателя, и он не может быть хорош. А почему Остап умирает, воскресает, они сами, может быть, этого не знали, но они воскрешали ту же матрицу, потому что Трикстер всегда умирает и всегда воскресает. Он представитель светлых времен, живущий во времена темный, он как бы мост между двумя светлыми полосами истории. Лекция об Ольге Берголь цилинградской поэзии. Подумаю, может быть, я, в принципе, о Берголь знаю достаточно. Есть ли перспектива у худлита, написанного компьютером? Ну, как вам сказать? Наверное, когда-то, но, в принципе, значит, правда, мне кажется, что искусственный интеллект невозможен. Возможен манипулятор, комбинатор чужих мотивов, но компьютер-создатель невозможен, потому что воли у него нет. По вашей рекомендации купил царство Агамемнона, но фокус расплывается, не могу поймать фишку, что это за страдания идейного стукача, не жалевшего собственной дочери, стучавшего на нее и ее подругу, что за редакцию дочери, что это за гротеск, памфлет ли это, почему это нежизненная ситуация, но я чувствую хороший стиль и неординарное перо. Это транспланированный на советскую ситуацию миф об Агамемне и электре, и, собственно, Жестовский не стукач, там немного другая история, но Жестовский просто, ну, считает, что он таким образом проводит ей инициацию, и вообще там же тоже несколько версий повествования, по ее версии, вот он стучал объективно, это не так, я тоже не могу поймать фишку, я не знаю, что хотел сказать этим романом Шаров, и почему это царство Агамемна, я ее читал и буду еще перечитывать, просто там столько рассыпано, великолепных ходов, идей, чего стоит эта идея с открытками, с мостами, ну, блистательная и страшная и увлекательная, вообще такая увлекательная книга, мне придется ее причитать раз пять, наверное, шесть, для того, чтобы все понять, он, собственно, пять лет ее писал, и она заслуживает внимания, нельзя ли о Кавке и особенно о поражении сверхчеловека перед институциями, особенно бюрократии, я не думаю, что герой там сверхчеловек, я думаю, что герой там как раз обобщенный человек и борется он не с институциями, а он просто обычная жертва мира для Кавки и такая иудейская ветхозаветная концепция человека более актуальна. Услышимся через три минуты. Еще немножко поотвечаю, потому что письма очень интересные. Кого встретил Юра на станции Селеный Бор в Красной пирамиде Сорокину? Не ангелоида же Дымкова. Оливер, он встретил архангела Бараула. Я совершенно не знаю, что это за мистическая сущность, но, условно говоря, он встретил одного из всезнающих таких еще древних божеств, одного из сотворцов мира, который ему рассказал, что... Ну, он случайно его вызвал, повторяя какие-то бредовые слова, и этот архангел ему на пустой станции показал пирамиду Красного Рева. Это довольно остроумный рассказ, по-моему, лучший в книге. Что можно простить хорошему человеку? Гораздо меньше, чем плохому. Плохому можно простить все. А, науку сна и вечное сияние снял Гондри Кауфман сценарист. Спасибо, очень приятно. Ну, видите, я же все-таки по памяти такие вещи говорю. Какова, по-вашему, главная функция искусства? В передаче вы называли функцию парольную диалога избывания из себя чего-то наболевшего. Ну, видите, главная функция искусства – это все-таки творить чудеса, как мне кажется, а показывать возможность чуда, несводимость мира к вашей рациональной модели познания. А, соответственно, его моральная, этическая, учительная функция для меня, по-моему, на десятом месте, ну, то есть оно не должно быть безнравственным, но и не обязано быть нравственным, условно говоря. Искусство воспитывает только одним качеством, вот такими великими, великими свершениями. Одна из самых печальных проблем в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной – постоянный эмоциональный и душевный диссонанс. Эти качели любви самые печальные, она ждет всего, что он не может дать, как быть. Слушайте, вот для меня как-то до такой степени этот вопрос всегда был неактуален, у меня никогда не было этого диссонанса, поэтому, ну, во-первых, право Розного, который раз цитирую, лучший роман производственный, надо иметь дело с коллегой, а во-вторых, если у вас есть общее дело, которое вы делаете, действительно, которое вас серьезно занимает, у вас не будет этого диссонанса. Я уверен, что не бывает любви невзаимной, бывают просто ошибки, когда вы красоту принимаете за ум, привлекательность, обаяние, за чистую душу и так далее. Искусство выбирать, оно важное, вот иногда, кстати, тот же Гор Вербинский мне сказал, очень важный критерий, если люди любят одну и ту же музыку, если они любят одну и ту же музыку, это даже надежнее, чем если вот мы любим одну и ту же литературу. Наверное, так. Перечитывал списанный, спасибо. У главного героя недоброжелательный взгляд на людей. Вы тоже так относитесь к людям? Мне показалось, что этот ваш роман самый недоброжелательный. Ну, как вам сказать, Сверидов вообще неприятный герой, и он таким сделан нарочно, но это ведь показывает влияние страха на человека, это показывает, что страх это самое деструктивное и омерзительное чувство, поэтому, как сказано у Честертона, всему, чего вы боитесь, надо идти навстречу, потому что оно смеет портить воздух вашей жизни, смеет портить вам жизнь. Страх, там сказано у меня, что он многократно умножает все омерзительное, все есть, что в вашей жизни, и практически сводит на нет хорошее. Это главная особенность, главная функция страха. Я ненавижу это ощущение, конечно, борюсь с ним, как умею, все ему подвержены, но Сверидов, это как раз, понимаете, ну, у меня довольно неприятные герои и в июне тоже, но как бы в июне показано, как влияет на людей, на людские отношения, ситуация агрессии в обществе, она провоцируется от мазохизма. А в случае Сверидова, да, она рождает такую тотальную недоброжелательность, как и человеку, что, ну, как, знаете, ночью во время бессонницы, кажется, все спят, а ты не спишь. В смерти Ивана Ильича Ивану Ильичу кажется, что все здоровы, а он умирает. Больному человеку, человеку, уязвленному страхом, об этом, кстати, и Шургунов неплохо писал, применительно к списанным, спасибо, что кажется всегда, что тебе одному плохо, а всем остальным хорошо. Это, да, у Сверидова такая ситуация, но, конечно, это больное общество, но отчасти это и человек довольно неприятный. Как вы относитесь к фильму по Ричарду Яйцу «Дорога перемен». Оригиналы не читал, а фильм хороший. А слабо мини-лекцию о логико-философском тракте? Да совершенно не слабо. Я, правда, не философ, не специалист, но про Викенштейна мы в следующий раз с удовольствием поговорим. Мой брат недавно женился и поехал на отдых в Испанию, не понимает в Европе моды на гомосексуализм. Сам два года живу в Европе и ничего такого не замечаю. Почему же русскому человеку в Барселоне бросается в глаза не красота города, не море, не новая незнакомая культура, а именно гомосексуализм? Ну, что хотите. Я же говорил уже, что пропаганда, она никого не щадит. Как вы понимаете, слова Мандельштам «ворованный воздух». Ну, когда-то провозглашая тост за Булгакова, там отмечалось окончание работы над пьесой Булгакова и Юрисаева «Последние дни» о Пушкине. Ну, собственно, писать ее в результате пришлось одному Булгакову, потому что с Юрисаевым они рассорились и совместной работы у них не получилось. Поднимая тост за Булгакова, Пастернак сказал «Я очень уважаю вас», сказал он обращаясь к Юрисаеву Вячеславу Кенчеву «Замечательный писатель». «Но я хочу выпить за Михаила Фанасьевича, потому что он писатель запрещенный». Вот здесь имеется в виду не политическое запреты, неразрешенное, вот так он точнее сказал, а есть нормативные, нормальные люди, а есть люди, которые воруют воздух, которые вынуждены то, что им необходимо для жизни, добывать беззаконно. И ворованным воздухом называет Мандельштам вещи, сделанные без разрешения. Вот это мне очень важно. Потому что очень многие и спрашивают разрешение. Правда ли, что Лев Толстой назвал свой роман «Война и мир» имел в виду мир как жизнь, как среду? Нет. Это знаменитый мир и мир через иди истеричное. По Толстому мир – это именно как отсутствие войны, как такое правильное состояние, как состояние вне войны. Несколько вопросов о людях, которых я считаю мертвыми для себя, поэтому не комментирую. По вашему американскому опыту существует ли закон западного переноса? Если да, как он ощущается среди жителей Портленда? Для меня вопрос не праздный. Единственная дочь уехала в Америку, а внучка родилась уже там. Ну, людей переносит на Запад, но очень многих переносит и на Восток. И вообще, мне кажется, что давно прошли те времена, когда место жизни человека что-то определялось. Сегодня это точка абсолютно свободного выбора. По дневникам Самойлова у меня ощущение, что и мучила депрессия. Дневники Гладкова, Нагибина тоже самое. Может, депрессия связана с творческой активностью. Видите, нет. Мне кажется, что дневник – это то, в чем человек признается себе и то, в чем он не решается признаться окружающим. Поэтому они часто депрессивны. Но, ну, то есть туда выносится худшее. А лучшее в людях – это, наверное, то, о чем они говорят женой за чаем. Кстати, у Самойлова с женой было очень интенсивное общение. У Гладкова с возлюбленной, там, с гражданской женой актрисой тоже. Нагибин вообще был очень открытый, светский человек. Просто в дневнике он, как и Тарковский, выделял творческую ревность, зависть, я имею в виду Андрея Тарковского и так далее. Мартиролог, почитаешь, вот книгу личных записей Тарковского, но и в дневнике его все время ощущение, как бы постоянная обида на мир, а человек был совершенно светоносный. То есть дневники – это специальный такой, как бы отводный канал для авторской желчи. Я дневников не веду, смысла в этом не вижу. Вы говорите, что не профессионал, не может быть интеллигентом, не может иметь совесть. Объясните это. Я не имею в виду крайние случаи, когда человек бросил профессию, чтобы прокормить семью. Для меня просто профессия – это очень важный критерий в оценке и самооценке человека. Есть перед чем отвечать. Есть, понимаете, вещи бесспорные. Об этике можно спорить. Но о качестве работы и ответственности человека нельзя. Для меня, вообще говоря, надежность – один из главных критериев отношения к людям. Ну, теперь поговорим о романе «Что делать?», а в следующий раз, тогда я уж подготовлюсь, перечитаю логифилософский трактат. «Что делать?» – это роман, о котором Ленин не без основания сказал, что эта книга серьёзная, её нельзя читать, когда молоко на губах не обсохло. Он меня всего глубоко перепахал. Что же, собственно, там его могло глубоко перепахать? В романе Черношевского очень недурной книги, как мне кажется, во многих отношениях новаторской. Вообще он был недурной писатель, умевший писать даже увлекательно. Скажем, драма без развязки, по-моему, просто чрезвычайно безотрывное произведение. Да и пролог, недурной роман, и его такой кривоватый, шероховатый слог – это на самом деле явление модернистское. Он не то, чтобы не умел хорошо писать, он принципиально не хотел хорошо писать, и поэтому не избегает шероховатости в речи. Но давайте поговорим всё-таки о трёх пластах, трёх слоях, которые в этом романе есть. Ну, первое, что бросается, это попытка смоделировать нового героя, который не есть ещё типичный представитель, условно говоря, который не есть ещё человек массовый, но он уже присутствует. Это не только Рахметов, это, конечно, и Лопухов, и Кирсанов, и в наибольшей степени это Вера Павловна. Значит, что делать себя? Вот и есть ответ Чернышевского. Роман Чернышевского, он не революционен в социальном смысле. Он революционен в смысле экзистенциальном. Там вопрос поставлен очень просто. Что можно делать в условиях 1863 года, когда пишется роман, когда сам автор сидит в крепости, когда журнал прекращается, когда общество от реформ поворачивается резко к божествлению Муравьёв-Вештеля, когда Герцен оказывается в изоляции, когда, как всегда, на внутренние вызовы даётся внешний ответ и гибнет под действием польского восстания русский либерализм. И даже Некрасов для спасения современника вынужден тщетно описать оду Муравьёв-Вештеля. В этих условиях публичной и общественной деятельностью заниматься невозможно, хотя многие мои ученики в романе Чернышевского видят цифровые шифры, сложные указания, там есть действительно ряды цифр, для сюжета абсолютно ненужные, возможно, он как-то шевровался. Но для меня очевидно другое. Для меня очевидно, что в условиях политической реакции единственное, что можно делать, это делать себя, заниматься самовоспитанием. Ведь чем занимается Рахметов? Мы из романа так и не узнаём. Он занимается в наибольшей степени, с наибольшим упорством и постоянством, самовоспитанием. Он ходит с бурлаками, которые зовут его Никитушкой Ломовым, он спит на гвоздях. Он читает, как мне представляется, это ключ к роману, книгу Ньютона, причём не то, что все читают, а его размышления о Евангелии от Матфея и о апостоле Петре, то есть его размышления, насколько я помню, вот это размышление, это толкование к Евангелии от Матфея, это действительно главное богословское сочинение Ньютона, и он видит, что эту книгу никто, кроме него, не читал. Я буду читать то, что не читал, кроме меня никто. Это интересно, это важно. Мне кажется также, что именно работой над собой заняты главные герои романа. Филанстер или Филанстер в Борделе, как издевался Герцен, это дел 25-е, а главная тема романа это их самосовершенствование на разных уровнях. Делать в этой ситуации можно только сверхличность из собственного довольно пластичного материала, все герои молоды. Второй слой романа это социальная утопия, которая как раз представляет менее всего интереса и хуже всего написаны сны. Вера Павловна «Один сон» там имеет некоторый смысл, причем, по-моему, смысл достаточно современный. Это когда женщина показывает ей в поле грязь здоровую и грязь больную. Под здоровой грязью понимается неизбежное зло в человеческих отношениях. Под грязью больной, то есть искусственной, преодолимой, понимается зло социальное, то есть больные социальные условия, в которых живет Россия. Вот, собственно, этим социальный смысл романа исчерпывается. А третья мысль в нем, можно сказать смело, что в романе «Что делать?» Чернышевский любил мысль семейную. Мысль этого романа, ну, как Толстой говорил о своей, а не Кариней, мысль этого романа предельно проста. Пока в России не будет разрушена традиционная семья, в ней не будет разрушена вертикальная схема управления обществом. И точка. Это ужасная, на самом деле, мысль, и я понимаю, как сейчас многие обозлятся на нее, но эта мысль в романе есть. Дело в том, что мы сегодня почти не спорим о многих вещах, которые служили предметом размышлений большинства русских людей в девятнадцатом столетии. Нам сегодня, вообще мы живем в такой исторической паузе, в таком зловонии, что нам вообще думать запретили. Нам запретили думать о федеральном устройстве России под предлогом ее расчленения, о местном самоуправлении под предлогом разбазаривания земель и децентрализации. Там запретили проводить художественные акции под предлогом оскорбления общественной нравственности. Сопретили говорить о Боге под предлогом оскорбления чувств верующих. Все запретят. Сейчас запретят президента Путина вообще упоминать. Потому что это все оскорбление личности, а надо, наверное, говорить о нем, только на колени встав и очи горе возведя. Это нормальная практика, и этого будет очень много. Но это не значит, что вопросы сняты. Когда-нибудь нам придется это все решать, только оттянутую пружину бьет больнее. Так вот, семейная тема, и, соответственно, тема личной свободы и женской эмансипации, устройства семьи, она служила темой размышлений большинства русских классиков. И именно в 19-м столетии Толстой Ваня Карениной болезненно поставил вопрос о смысле семейной жизни, и сохраняет ли это смысл, если нет любви, и если выхолощена эта жизнь, и имеет ли смысл сохранять формальные приличия, как Алексей Александрович Каренин, для которого всего дороже именно приличия. Соответственно, не менее важная проблема, это проблема, которую ставит Чернышевский. Имеет ли женщина право выбора? При сохранении патриархата возможно ли свобода, политическая социальность? Нет, конечно. Больше того, главная мысль Чернышевского в том и заключается, что в России невозможны никакие реформы, пока женщина будет находиться в подчиненном положении. Соответственно, мысль его о том, что структура традиционной семьи должна подвергнуться первой революционному размыванию. Если не будет треугольников и иных фигур, ну, в результате мы так и получим систему, где женщина всегда подчинена, народ всегда раб, а царь всегда абсолютно истинный. Я не знаю, до какой степени эта мысль может быть применена к сегодняшней ситуации, но я хочу сказать, что даже Пушкин считал традиционную семью школы рабства. Это понятно, у него своя травма в воспитании в лицее, но пишет же он в записке о народном воспитании, что ребенка можно воспитывать только в закрытом учебном заведении, потому что чем больше времени он проводит в семье, тем больше опыт рабства он получает. Многие говорят, и мне тоже возражали, он имел в виду крепостную зависимость. Да помилуй бог, неужели ребенок в семье на каждом шагу видит крепостничество? Ну, он видит слуг, да? Ну, наверное, это еще само по себе не является школой рабства. А в среднем классе у нищих господ слуг нет, он что, не видит рабство, все равно видит, потому что в семье господствует та же иерархия, та же система ценностей, которая господствует и в обществе. Это, конечно, колоссальная драма и, можно сказать, кощунство. Для Пушкина, для Толстого, для Чернышевского самый больной вопрос российский – это вопрос семейный. Это вовсе не означает, что я или эти люди каким-то образом предлагают семью только в формате той же самой фоланстеры, что семья должна стать такой школой сексуальной свободы распущенности. Конечно, нет. Но обратите внимание, что и Лимонов в своей другой России утверждает, что без сексуальной свободы, ну, на чувстве собственника, невозможно построить свободное общество. Из этого можно сделать два вывода. Либо первый, что семья рано или поздно отомрет, либо второй, я думаю, всех консерваторов он очень утешит, что в человеке непреодолимо заложен инстинкт собственника, что страсть к иерархии и порядку сильнее страсти к свободе, и потому политическая свобода недостижима. Политическая свобода – это эксцесс, который был у нас в 90-е годы, но больше так не будет никогда. А, скажем, семейный консерватизм Америки, он потому и оказался так живуч и надежен, что Америка и сама по себе весьма консервативная страна, в которой кратковременные приступы свободы немедленно сменялись довольно жестокими закрепощениями. Ведь это в Америке был маккартизм, ведь это в Америке сегодня трампизм. И говорить о том, что в Америке есть все институции, гарантирующие личную свободу, довольно сложно. Как видим, Америка в этом смысле тоже очень уязвима. Поэтому роман Чернышевского остается абсолютно актуален для нашего времени, потому что главный инстинкт, basic instinct человека – это вовсе не инстинкт смерти или не инстинкт размножения, а это желание порядка, желание собственности, желание унавоженной семейной нивы, господа Тремоны по-набоку, вкуснюсенький обед, домашние развлечения. Ну и примерно та политическая система, которую мы имеем сегодня в России с поправкой на беспредел, которого лучше бы не было. А мы услышимся через неделю. Удачи вам в личной жизни!